Август. Время интенсивных сельскохозяйственных работ. Кроме того, на финишную черту выходит подготовка к новому учебному году. В целом, уборка урожая идет активно. Лишь минувшие выходные с грозами заставили селян немного сбавить темп, заметил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. По состоянию на 11 августа, по данному администрации муниципальных районов, сельскохозяйственных организаций и крупных крестьян, сферных хозяйств, скошено 77,3 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 28% к ожидаемой площади уборочной. Обмолочено 75,8 тысяч гектаров. Это 27% к плану. Более 30% ожидаемой уборочной площади обмолочено. Это Яльский район, 44% Шамашинский район, 35%. Менее 20% ожидаемой уборочной площади обмолочено. Это Алатрский чуть больше 11% и Аликский 18%. Всего намолочено 154,7 тысяч тонн зерна, при урожайности 20,4 центнеров с одного гектара. В период уборки урожая возрастает нагрузка на зерносушильное хозяйство. Сегодня в республике 185 единиц зерноочистительных сушильных комплексов и 141 зерносушильный агрегат. Готовность их к сезону 91-93%. В случае, если собственные сушилки не будут справляться с нагрузкой, нужно использовать оборудование продфонда и элеватора. Чтобы ускорить процесс, необходимо организовать передислокацию техники из сельхозорганизаций, завершивших уборку, в хозяйство, где работы еще не окончены. Следующая задача – направить все собранное по назначению. Городских властей я прошу создать благоприятную среду. У нас схема должна быть производитель, покупатель. Еще раз я подчеркиваю, мы должны защищать производителя своего, потому что это наша экономика. От продажи продукции зависит, насколько они произведут, а дальше, соответственно, нам интересно покупатель. Все остальные посредники, которые там есть, это уже вопросы другие. Август – время активной подготовки к учебному году. В этом году в большинстве учебных заведений завершаются ремонтные работы. Несколько муниципалитетов Чувашия уже окончили приемку школ. В этом году новые школы должны открыться в Чебоксарском и Канарском районах. Владимир Иванов также сообщил, что Чувашия эффективно освоила средства федерального бюджета, выделенное на ремонт спортзалов в школах. Поэтому получила дополнительные средства на ремонт еще 14 спортзалов. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.